Всем привет! Меня зовут Анна Кафырина. Вы на моём канале YouTube. Мой канал обо всём том, что интересует современных девчонок. И сегодня в очередной раз видео про расхламление. Это февраль. В прошлый раз я расхламлялась, мне кажется, месяц назад. И у меня в этот раз очень много коробок, картона и какой-то такой мелочёвки. Итак, первое, что я хочу начать, это упаковка из-под протеина. Честно говоря, я не знаю, зачем я её оставила. Причём оставила я верх от этой упаковки из-под протеина, который кончился. Сначала хотела запомнить, как называется сам протеин. Но я всегда покупаю разные, поэтому решила его выкинуть. И посмотрела, что это выглядит уже очень стрёмно на кухне. Вторая упаковка от Полбы. Я её оставила только потому, что сзади написан рецепт салата с варёной Полбой. Не знаю, в общем, просто сфоткала рецепт, оставила в фотографиях в телефоне. Если вдруг я решу приготовить салат с Полбой по этому рецепту, я его приготовлю. Дальше коробка. Тут очень много картона. Это коробка из-под моей колонки Nixon Blaster Mini. Я её оставила, потому что, ну, на всякий случай, две недели, если вдруг, мало ли, колонка бы сломалась. Вот. И вот. И поэтому я её оставила. Здесь инструкция. Здесь ещё внутри коробки ещё вот одна коробка, в которой это всё красиво хранилось. Но это не хочу хранить дальше. Две недели уже давным-давно прошло. Прошло уже даже больше двух практически месяцев. В общем, избавляюсь. Так. Контейнер. Контейнер, как показать-то, лопнутый. Для еды не пригодился. Я в нём хранила какие-то провода, зарядки, но его уже не хватает. Корюшка не закрывается. Он сломанный, страшный, поэтому избавляюсь. Здесь у меня ещё коробка. Ещё одна красивая коробка. Я её оставила только потому, что она красивая. Думала, ну, наверное, куда-нибудь я её при маститюрю. Но по факту не пригодилась. Это коробка из-под моих беспроводных наушников OnePlus. Наушники классные, но коробка не нужна, поэтому избавляюсь. Тоже уже прошло больше двух месяцев. Если что-то случится по гарантии, буду возвращать или чинить. Дальше. Ещё одна коробочка. Это от Никсона Бластера, от колонки. Здесь лежала шнурок Jack-Jack. А, нет, не Jack-Jack. А, и Jack-Jack. И здесь ещё зарядка лежала, Никсоновская, но не нужна. Ещё у меня есть суперсвёрток. Это не просто свёрток. Это, на самом деле, выкройка платья, которое у меня лежит, наверное, лет пять уже. Платье я по этой выкройке так и не сшила. А объективно выкройка уже устарела. Поэтому избавляюсь за тем, что не пригодилось. Так, дальше я нашла в недрах балкона шпатлёвку и белоснёжную краску. Сейчас скажу, два лета назад ими заделывала я потолок. Но по этому самому, по технологии, их нельзя хранить на балконе. Нужно хранить в плюсовой температуре. А сегодня, вы знаете, какие были морозы в предыдущие две недели. В общем, уже плохо просрочено, испорчено. В общем, избавляюсь, когда я созрела на то, чтобы освежить стены и потолок в своём доме. Придётся купить новую. Так, просроченный студенческий билет. Вернее, он не просроченный ещё. Я учусь, на выпускном курсе нахожусь. Но он непродлённый и проще, чем приехать в институт, чтобы продлевать студенческий билет. Он всё равно ничего не даёт, потому что это заочная форма обучения. В общем, избавляюсь. Так, дальше избавляюсь ещё от своих зимних сапог. Что с ними? По факту, они вытерлись вот здесь. Это и грязь, и вытертая замша. Плюс у них вот здесь вообще она вытертая. То есть, ну, уже замши нет. Там вытертая уже до кожи. И немного устарел у них фасон. Они какие-то такие... Ну, в общем, и с юбкой уже как-то неактуально носить, и с джинсами неактуально. И всё устарело. Хотя они не убитые. Мех внутри хороший, тёплый, греет. В общем, всё хорошо. Но выставлю, в общем, к мусорному ведру. Может быть, кому-то пригодится, кто не так заборочен на своём внешнем виде, как я. Дальше у меня целая куча роутеров. Потому что у меня были сложности... Ой, камера поехала. У меня были сложности с интернетом в доме. И я подключала регулярно совершенно разных провайдеров. У меня был МГТС, который плохо работал. От него отказались. Потом был какой-то онлайн. Был Билайн много лет. Сейчас я в процессе расторжения договора с ними. И последнее, на что я переключилась, это МГТС плюс МТС. Они сделали коллаборацию. И там тариф, который стоит, если я не ошибаюсь, чуть меньше, чем 700 рублей. Это домашний безлимитный интернет. И телефон, по-моему, тоже безлимитный на московский регион и на номера МТС. И на номера не МТС какие-то деньги там списываются с тарифа. Ну, в общем, мне подходит этот тариф. Дома интернет безлимитный. Автоматически всё списывается с номера счёта телефона. В общем, меня пока устраивает. Сижу на их роутере. В общем, всё хорошо. А тут у меня вот старый роутер МГТС, который уже не пригодился. И ребята подтвердили, что не выкидывайте, он нам не нужен, забирать не будем. Провода. Каждый раз, когда устанавливают новый роутер, привозят такую маленькую бухточку с проводами. Я всё думала, может быть, куда-то пригодится. Но нет, не пригодилось. Поэтому избавляюсь. Целая куча картонного хлама от этого, от всего. И ещё какой-то, честно сказать, я даже не знаю, от чего этот роутер, он даже не использованный. Откуда он взялся, я понятия не имею. И, в общем, тоже избавляюсь, потому что мне не нужен. И к нему ещё тоже провода. Целая куча. Ещё какое-то старое нижнее бельё. Дальше у меня, я ещё разбирала, у меня ещё нижнее бельё. Уже шапочки для близнецов. Колготки, носки, в общем, тоже не пригодились. Ещё у меня кончились некоторые баночки из-под витамин. Я их тоже сохранила, думала, что куда-нибудь они пригодятся. Но не пригодились, поэтому от них тоже избавляюсь. И ещё я решила тут отправить на переработку и сдать отдельно картон, который у меня в доме накопится за февраль. Так вот, чтобы не соврать, это просто реально мешок. Помимо того, что я уже показала коробки из-под роутеров, ещё вот такой мешок из беруа Мерлен с картонными коробками у меня образовался. Здесь, ну, они не сложены, потому что у меня как-то не сроки это складывать. Там и из-под яиц картон, там картонная коробка из-под сковороды, которую я себе заказывала, из-под лампы блогера, из-под обуви, из-под каких-то доставок, посылок. В общем, это целая куча картона, который просто в огромном количестве меня преследует. И я его хочу сдать, потому что его принимают на переработку на Дмитровской, на хлебозаводе. И вот я сегодня хочу сходить туда и как раз всё это добро сдать. Так что вот на этом я заканчиваю своё видео. Надеюсь, что оно вдохновит вас разгрести немножечко свои завалы и свой хлам. В следующем месяце я постараюсь ещё что-то лишнее, что я не смогла выкинуть, не смогла оторвать от сердца в этом месяце. Постараюсь в следующем от этого избавиться, как-то созреть до этого. Ну, а вам я желаю хорошего дня. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok